всем привет меня зовут вероника и мы с вами находимся на канале все о узорах спицами сегодня хочу предложить вашему вниманию вот такой красивенький узорчик называется косы в технике бриошь данный узор является двухсторонним как с лицевой так из изнаночной стороны смотрится одинаково и очень красиво он такой получается объемный и очень тепленький данный узор является универсальным из него можно связать любое изделие данный образец я вязала из пряжи ализе боби вол в две ниточки еще образец я связала из ализела на gold он чуть по объем не получается но смотрится тоже очень красиво раппорт данного узора составляет 24 ряда в высоту и 24 петли в ширину я буду набирать 26 петель 24 петли это петли узора плюс 2 кромочные после того как все петли набраны вяжем подготовительный ряд мы его будем провязывать только один раз и больше не повторяем кромочную петлю на протяжении всего вязания мы будем снимать не провязывая далее делаем накид вторую петлю также мы снимаем третью петлю вяжем лицевой далее обратно накид петлю снимаем следующую лицевой и так мы повторяем на протяжении всего вязания накид петлю снимаем следующую вяжем лицевой последняя петля кромочная на протяжении всего вязания провязывается изнаночной петлей переворачиваем вязание и вяжем первый ряд кромочную петлю мы снимаем далее делаем накид вторую петлю также снимаем и у нас дальше идет петля и накид с предыдущего ряда мы накид вместе с петлей провязываем лицевой петлей и так повторяем на протяжении всего вязания накид петлю снимаем и далее петлю с накидом из предыдущего ряда провязываем лицевой накид петлю снимаем накид с петлю из предыдущего ряда провязываем лицевой далее вяжем до конца самостоятельно далее у нас идет второй ряд как лицевые так и изнаночные ряды у нас вяжутся одинаково давайте еще раз с вами повторим кромочную петлю мы снимаем далее делаем накид вторую петлю также мы снимаем и петля с накидом из предыдущего ряда вяжется лицевой накид снимаем петлю далее петлю вместе с накидом вяжем лицевой накид снимаем петлю дальше петля с накидом вяжется лицевой так мы вяжем до конца продолжаем вязать второй ряд 3 4 5 6 7 8 9 и 10 встретимся в начале 11 ряда будем делать наше перекрещивание после того как мы провязали 10 рядов приступаем к вязанию 11 ряда в одиннадцатом ряду будем делать наше первое перекрещивание кромочная петля снимается далее на дополнительную спицы снимаем 6 петель 1 2 3 4 5 и 6 6 петель и это является 2 раппорта 1 обычная петля другая с накидом и также 1 обычная петля другая с накидом также 2 раппорта 6 петель нам надо провязать из основной спицы таким же образом делаем накид петлю снимаем далее 2 вяжем лицевой накид петлю снимаем 2 лицевой 2 раппорта либо 6 петель мы провязали с основной спицы теперь нам надо провязать с дополнительной спицы петли также делаем накид петлю снимаем петля с накидом провязывается лицевой накид петлю снимаем петля с провязывается лицевой далее с основной спицы нам надо провязать 4 раппорта это 12 петель накид петлю снимаем следующие лицевая накид петлю снимаем следующая лицевая накид петлю снимаем следующая лицевая и далее на дополнительную спицу снимаем 6 петель это два раппорта оставляем перед работой из основной спицы провязываем также 6 петель накид петлю снимаем далее петля с накидом идет лицевой накид петлю снимаем петля с накидом лицевой далее нам надо провязать петли с дополнительных спицах чтобы кромочная последняя петля у нас не упала переснимаем ее на спицу и далее провязываем накид петлю снимаем следующая с накидом лицевой накид петлю снимаем далее петля с накидом идет лицевая последняя кромочная изнаночной провязываются вяжем 12 изнаночный ряд по рисунку кромочную снимаем накид петлю вторую снимаем далее петля с накидом с предыдущего ряда провязывается лицевой и так продолжаем вязать далее мы с вами провязали 12 изнаночный ряд далее еще девять рядов таким же образом вяжем самостоятельно встретимся в двадцать третьем ряду после того как мы провязали с вами двадцать второй ряд приступаем к вязанию 23 в двадцать третьем ряду будем делать второе наше перекрещивание кромочную петлю мы снимаем и далее вяжем 4 раппорта это 12 петель 1 раппорт 2 3 и 4 далее 2 раппорта это 6 петель снимаем на дополнительную спицу оставляем перед работой теперь с основной спицы также провязываем 2 раппорта 6 петель 1 2 далее с дополнительные спицы провязываем петли накид петлю снимаем далее петли с накидом лицевой накид петлю снимаем петля с накидом лицевой у нас на спице остается 4 раппорта 12 петель мы их дальше провязываем все накид петлю снимаем лицевой и так далее последняя кромочная 24 изнаночный ряд вяжем по рисунку кромочную петлю мы снимаем делаем накид вторую петлю снимаю далее петля с накидом из предыдущего ряда лицевой и так мы вяжем до конца мы с вами провязали 24 ряда в высоту это составило один рапорт нашего узора далее каждый самостоятельно вяжет на такую высоту которая ему необходимо повторяя с 1 по 24 ряд подготовительный ряд как мы помним мы не повторяем если провязать побольше получится вот такой замечательный рисунок если вам понравился данный мастер-класс поддержите меня лайком если вы не подписаны на мой канал обязательно подпишитесь спасибо за просмотр а мы с вами встретимся в новом видео всем пока пока пока